Женя Здравствуй, Виталий. У тебя нет ощущения дежавина небольшого? Нет, у меня совершенно никакого дежавина нет. Я наоборот чувствую, как будто я вижу будущее, а не вижу прошлое. Ничего себе. А ты знаешь, есть такое выражение перскевю? Это кто? Подожди, а ты не говоришь по-французски? Ну, ты говоришь это наверняка. Ну, конечно, конечно. Сprechen Sie Deutsch? А, вообще. У нас воркоп, кстати, на каком языке будет? На немецком, да? Я думаю, на немецком, да. Я изучал немецкий 7 лет. И я помню... Так же, у меня такое чувство, а ты не знаю, может быть, ты тоже это чувствуешь. Но как-то вот я прямо вижу, вот чувствую в воздухе, что люди потихоньку начинают кликать на кнопочку «закрыть». И жалко как-то, честное слово. Тебе не кажется? Хорошо, давай не про сложные языки, а про JavaScript и frontend. Ты сегодня... Ну что, это же как раз такие сложные языки ведь, как бы. Ну так, а что нет? Ну, да, да, все так. Но сегодня ты, по-моему, превзошел самому себя и будешь прямо обозревать будущее. Я хотел бы обозрить будущее, но, наверное, я не смогу. Моя главная задача сегодня – это посмотреть на то, что происходит в 2021 году. В 2020 году, прежде всего. И как бы быть готовым к 2021 году, наверное. Потому что этот год сам по себе был такой неожиданно, очень неожиданным, скажем так. И наше внимание было, наверное, все-таки в какой-то степени посвящено не фронт-энду, а всего, что касается мира, в котором мы живем. А несмотря на это, очень много произошло в фронт-энде. И есть некоторые вещи, которые нужно знать. Неважно, мы разработчики, дизайнеры, разрабатываем приложения или сайты, или все между ними. Вот, и моя главная цель – дать какие-то такие полезные навыки о том, что нужно было бы знать и к чему нужно было бы быть готовыми для замечательного, прекрасного, оптимистичного, доброго, радостного наступающего 2021 года. Наконец-то. Я предлагаю... Мне осталось только сказать пару слов, пару ласковых. Во-первых, тебе. У тебя прекрасный свет в студии. Очень хорошо выглядит. Я очень стараюсь. Спасибо. Мне даже стало немножко завидно, потому что на твоем фоне я немножко бледен. Второе... Мне кажется, ты прекрасный всегда, Жень. Второе, что хотел бы отметить – свои вопросы, ребята. У нас есть чат в Телеграме. У меня он тут, у вас он где-то там в другом месте. Вы туда можете задавать любые вопросы по ходу. Если они будут, ну, как-то ложиться в канву и не очень большие, мы их можем прямо вот в ходу вклинить. А если они будут большие или как-то вот немножко off the grid, мы их в конце зададим. И, Виталий, я знаю, что информации очень много, поэтому оставайтесь с нами, а я уезжаю вправо или влево, потому что нужна сцена. Нужна сцена такому великому человеку, как Виталий Фридман. О, Жень, спасибо, спасибо большое. Ребят, большое спасибо, что вы пришли. Большое спасибо, что вы слушаете. И я, честно говоря, вот действительно, вот то, что я сказал в начале, это как бы такой интересный момент, потому что мы были заняты другими темами, а на самом деле в фронтенде происходило очень много. Я вот за это небольшое количество времени, которое у нас будет вместе, я хочу как бы показать какие-то вещи, которые нужно было бы знать. Мы не обязательно сделаем, создадим какой-то новый сайт за эти буквально несколько часов, которые мы проведем вместе. Но, по крайней мере, я думаю, что у вас будет очень хорошее представление о том, что нужно, что можно и как, может быть, лучше стоит поступать в каких-то определенных ситуациях или проблемах во фронтенде. И, конечно же, я подготовил небольшой Google Doc для вас. Виталий, Виталий, прости, пожалуйста, что я тебя прерваю, но презентацию можно на полный экран. Ну, как и, собственно, все. Да, 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 ты прав, ты прав. Спасибо, Жень. Вернусь. Отлично, спасибо. И я подготовил такой Google Doc. Пожалуйста, зайдите на этот Google Doc. Адрес www.smash.byholiages2020. Здесь, в принципе, собрана вся информация или все детали. В принципе, абсолютно все, что мы, скажем, обсудим на этом воркшопе. Более того, вы найдете очень много ссылок на ресурсы, которые я буду указывать. Не обязательно прямо записывать каждый из них, и как бы заботиться о том, чтобы их не потерять. Они все собраны в одном месте, вот здесь, что касается фронтенда в целом, что касается tools, что касается различных settings, extensions, CSS, JavaScript и так далее, и так далее. То есть вот эти все вещи вы найдете в этом доке, так что заходите, опять-таки www.byholiages2020. И я вижу, как некоторые из вас уже заходят. Пожалуйста, пожалуйста, только не ломайте этот док, это будет жалко и обидно. Хотя у меня есть копия, ничего страшного. Так вот, если вы в чем-то потеряетесь, вы себе найдете все, включая все слайды, которые будут. Их всего 2500, я думаю, это как бы мы не пройдем их все. Да и цель этого воркшопа не пройти это все. А цель моя — дать вам такой вот хороший тулбокс. И прежде всего тулбокс, который основан на том, что мне очень близко и важно, а именно перформанс. Но для того, чтобы как бы туда пойти, как бы углубиться в это все, да, я думаю, что сначала нам нужно как бы посмотреть на мир, в котором мы живем, да, потом нам надо посмотреть на проблемы, которые есть в этом мире, и потом нам надо посмотреть, какими техниками, какими трюками при помощи современных фронтной технологий мы можем эти проблемы решить. Как бы туда пойти... Так, кажется, я себя слышу два раза, но ничего страшного, я думаю, что это продлится очень долго. Так вот, какой же мир, в котором мы живем, ребята? Я слышу, что вы спрашиваете. Так вот, какой же он? У нас очень много людей в этом мире. В этом мире есть много людей, у многих из них есть мобильный телефон. К сожалению, эти мобильные телефоны в основном не такие прекрасные и замечательные, как у многих из нас в кармане, да. Если я посмотрю на себя, мой айфон восьмой, да, хотя это, конечно же, не то, чтобы стоит в за телефон на самом деле, но мой телефон, он один из телефонов получше. У многих будет совершенно другой телефон. Я думаю, у многих людей, которые используют наши сайты, используют наши приложения, телефон будет выглядеть скорее, ну, как-то может быть вот так. Это типичный телефон, о котором Google все время рассказывает и который Google все время показывает. Moto G4, телефон, на котором мы должны как бы в идеальном случае тестировать все наши приложения и все наши сайты. Если ваш сайт или ваше приложение будет более-менее нормально работать на таком телефоне, оно будет очень хорошо работать на всех остальных телефонов, да. Это как бы идея, которую Google пытался продвигать. Но не обязательно именно Moto G4. Это может быть и Nokia S1, или это может быть Alcatel X, 1X, да. У них есть кое-что общее. И я знаю, что вы думаете. Да, у них есть много чего общего. Они не очень хорошие телефоны. Но проблема в том, что они совсем не хорошие телефоны. Вот в чем дело. Если даже их сравнить с вот этим айфоном восьмым, который у меня сейчас вот тут стоит и скучает в уголке, да, можно увидеть, что они в среднем будут 10-12 раз медленнее, чем этот телефон, айфон восьмой, да. И более того, если посмотреть на современные, замечательные, оптимизированные сайты, которые мы посещаем и любим, и ценим, и уважаем сегодня, очень вероятно, что многие, даже большинство пользователей, которые заходят на этот сайт, будут ждать секунд 15, может быть, 20, может быть, 25, пока у них будет такой, так называемый, time to interactive, когда они могут нажать на любую кнопку, и все будет интерактивно. 25 секунд – это очень-очень много времени. И вы, конечно, можете сказать, да, ребят, ну что, честное слово, нет у нас вообще совершенно клиентов, которые заходят на наш сайт на таких телефонах или на такой скорости. Проблема в том, что связь обычно нестабильная, да. Проблема в том, что мы очень часто путешествуем и двигаемся где-то. Проблема в том, что мы очень часто мобильные, а мобильный сам по себе, мобайл, это не просто такой маленький хороший мобильный телефон, а это спектрум разных вариантов, да. Это low-end, median и high-end. И то, что мы видим сейчас в качестве приложений, в качестве сайтов, это то, что мы очень хорошо оптимизируем для high-end, да, но мы не очень оптимизируем для всего остального, теряя таким образом рынок. Если мы посмотрим на статистику, статистика будет очень очевидной. Если вы хотите как бы вот привлечь всех, всю аудиторию этого мира, большого мира, представьте, если каждый из них заплатит один доллар или один евро вам, да, то мы не можем оптимизировать для таких high-end девайсов. Мы можем это сделать, если мы знаем, что наша публика, скажем, сидит в Калифорнии и все, да, но даже в этих ситуациях нам нельзя исходить из того, что у них будет хорошая связь, у них будет хорошая память, у них будет хороший телефон. Так вот, что же это значит для наших разработчиков? Если посмотреть на этот граф, кстати, мы можем увидеть, что Apple на самом деле немножко теряет свои позиции, и вот такие вот традиционные бренды Samsung, Huawei, Xiaomi и новые, довольно новые, как Oppo и Vivo из Китая, они пытаются, начинают доминировать, да. Если посмотреть опять-таки на Apple, серенький, зависит это, конечно, очень сильно еще от страны, на которую вы смотрите, но в среднем можно сказать, что у Apple около 10%, а все остальное, и это самое важное, будет Android, да. Примерно 85-90% всех телефонов, или всех таблетов, которые люди используют, будут Android. Притом самое интересное в этом, это то, что эти Android, это будут нехорошие свежие Android, да. Конечно же, можно взглянуть, и это то, что я пытаюсь обычно делать для себя, да, я пытаюсь посмотреть, а какие вообще телефоны люди используют, и вот в конце каждого года на такого сайта Best Buy, например, да, или Amazon, да, и я смотрю лучшие, как бы, и самые важные бестселлеры этого года. И что можно заметить? Можно заметить, что это обычно, конечно же, да, телефоны, которые Amazon и Best Buy хотят продать, да, и это будут телефоны, 2, 3, 4 телефона, андроидовских прежде всего, потому что они будут подешевле, и они их покупают больше, да. И это вот этот типичный мир, к которому мы идем, да, оптимизировать для такого средненького или плохого андроида. Что же это значит для нас? Это значит, что, когда мы тестируем наше приложение, и когда мы разрабатываем наше приложение, нам нужно думать и знать, на какую публику мы ориентируемся. Ну, это никого не удивляет, конечно же. Но нам надо очень четко представлять, что мы должны исходить с того, что человек, который использует наш сайт, или использует наше приложение, на андроиде, этому андроиду как минимум, этому телефону или таблету, или чему угодно, как минимум один год, и в среднем он будет стоить, может, около 200 долларов. Вот как-то так, да. И вы подумаете, боже мой, да как у вас такие телефоны? Ну, в том-то и дело, что у большинства людей будут именно такие телефоны, да. И независимо, куда мы посмотрим, например, самые топ-девайсы в этом году, да, в прошлом году, прошу прощения, это будет все-таки такой, ну, более-менее приличный Samsung, да, и, конечно, Apple. Но это, опять-таки, еще зависит от страны, да, или от географической локации. Потому что в Северной Америке, да, это будет Apple, но если посмотреть, например, на Европу, это не обязательно будет Apple, а скорее всего будет Samsung. И большинство телефонов, опять-таки, будет Android. Почему я вообще про это говорю? Потому что перед тем, как мы начинаем думать о том, что мы разрабатываем что-либо, перед тем, как мы выбираем фреймборк, перед тем, как мы начинаем думать использовать Tailwind или нет, перед тем, как мы начинаем думать, какая у нас будет JavaScript-архитектура, нам нужно продумать о метрике, которые важны. А какие метрики важны? А вот эти метрики важны. 28 мая 2020 года Google выпустила большую статью, которая сделала очень много шума в этом году. А именно, когда они заменили классические метрики, к которым мы привыкли, load, time, speed index и так далее, на так называемый page experience ranking. И почему же это важно? И почему это сделало такой шум? Это сделало шум по одной простой причине. Потому что эти новые сигналы, которые так называемые core web vitals, о которых сегодня, кстати, был доклад, если не ошибаюсь, эти все сигналы очень ярко и очень сильно используются Google для расстановки приоритетов результатов поиска. То есть, если раньше, чтобы попасть в top stories, вам нужно было использовать Google AMP, начиная с мая 2020 года, вам не нужно использовать AMP вообще, а вместо этого используется performance или скорость загрузки прежде всего, как самый главный SEO ranking factor. поэтому все рванулись прямо в оптимизацию сайта, потому что они знают, что с течением времени, а это должно произойти в марте следующего года, сайты, которые быстрее будут показываться первыми в search results. И эти метрики, на самом деле, очень-таки непростые. Оптимизировать сайт таким образом, чтобы все работало, довольно сложно. Это core web vitals, для того, чтобы попасть в хорошую группу, чтобы вас промотили на результатах поиска, вам на вашем сайте должно быть минимум 75% страниц, которые выполняют условия, которые Google от вас требует. А что же это за условия? Ну, опять-таки, про них мы уже говорили, но я просто опишу их, потому что они будут важны в течение этого воркшопа. И опять-таки, ребят, это не будет то, что я прямо сижу и рассказываю вам что-то, и вы ничего не делаете. Но для того, чтобы мы что-то, собственно, начали делать, довольно важно понять вот этот мир, в котором мы живем. Эти core web vitals в принципе основываются на трех главных атрибутах, которые важны прежде всего со стороны пользователя. Это загрузка, это интерактивность и визуальная стабильность. Они называются LCP, это Largest Contentful Paint, FID, это First Input Delay, и CLS, Cumulative Layout Shift, Loading, Interactivity, Visual Stability. Если мы посмотрим на первый LCP, в принципе, там есть довольно много проблем, которые не позволяют сделать хороший LCP. Прежде всего, если есть какие-то истории в бэкэнде. Если что-то, если контент приходит поздно, или у вас блокирующий CSS, и что-то в этом роде, вся ситуация, вся информация, или все, что блокирует первую загрузку страницы, отображается в LCP. Как бы цель наша в нашей разработке всегда быть, иметь этот как бы находиться в промежутке между 2,5 и 4, всегда находиться в промежутке до 2,5 секунд. То есть, кто-то нажимает на ссылочку, в течение 2,5 секунд на их телефоне должен появиться Largest Contentful Paint. Почему Largest? Потому что имеется в виду, что большая часть, большая часть контента, которая отображается на мобильном телефоне или на доступе, должна отобразиться за 2,5 секунды. Но этого недостаточно, потому что мы не только смотрим на статьи, например. Важно, чтобы вы нажали на меню, кнопку меню, появилось меню сразу же, а не вы ждали еще, создавая какие-то Rage Clicks. Поэтому главная цель, опять-таки, это вторая цель с First Input Delay позаботиться о том, что когда страница загружается, пользователю никогда не нужно ждать больше 100 миллисекунд для того, чтобы нажать на кнопку и что-то произошло. А третий элемент, который тоже важный, это визуальная стабильность, которая измеряется в CLS. Если у вас есть, например, шрифты, которые меняют лейаут, если у вас есть реклама, которая въезжает, если у вас есть картинки, которые впрыгивают, это все имеет CLS score. И это ведет к плохому опыту пользователя. И вот эти три вещи, они очень сильно влияют на, опять-таки, общий рейкинг, который вы получите. То есть, если мы смотрим на Lighthouse, например, Planet Performance, то они будут самыми-самыми важными. И мы к ним еще вернемся. С другой же стороны, нам нужно учитывать не просто какие метрики у нас есть. Ну и State of Things. Если посмотреть, например, на технологии, можно подумать, боже мой, ну что мы мучаемся с этими непонятными старыми телефонами, которые непонятные какой-то плохой связи. Если у нас приходит 5G, 4G уже как-то пришло более-менее, и 5G придет. И на самом деле, да, 5G — это, конечно, феноменальная технология сама по себе, потому что 5G должна быть от 10 до 100 раз быстрее, в 100 раз быстрее, чем 4G. Это феноменально, это фундаментально. Просто, чтобы понимать как бы раскладку здесь, да, если вы хотите скачать один эпизод Game of Thrones в 4K, да, вам понадобится на 5G 90 секунд. Если вы хотите это Full HD скачать, понадобится 35 секунд. А если вы хотите скачать весь сезон в 4K, да, вам понадобится 15 минут. И, конечно же, если посмотреть на скорость, которую нам обещают, она действительно феноменальна. И поэтому первый приход вот iPhone, который опять-таки поддерживает 5G, это, конечно, очень-очень круто. Но нужно учитывать, что с приходом 5G нам не стоит ожидать, что интернет станет быстрее. Как это? Почему нет? Нам стоит ожидать, что интернет станет медленнее для большинства из нас. Во-первых, потому что нету этих телефонов 5G и еще. С другой стороны, очень часто, если даже у вас есть какой-то телефон, скажем, которому года 2 или 3, он не исчезает просто вот так вот в воздух. Он передается по поколению. Он передается маме, передается брату, передается сестре, может, передается детям, да, и они используют этот телефон. Средняя, как бы, положительность жизни одного телефона, даже несмотря на то, что он передается по поколению, 6-7 лет, на самом деле, а не 1-2 года, как это происходит, когда мы меняем или обновляем новый телефон. Так вот, даже если посмотреть на этот мир 5G, мы можем видеть, что, опять-таки, вот сейчас, в 2020 году, если вы посмотрите, да, мы видим, что, конечно, 5G потихоньку начинает приходить, и нам стоит ожидать такой феноменальный рост, экспоненциальный рост в ближайшие 5 лет, и поэтому в 2025 году мы ожидаем такой penetration rate 50-55%, да, но сейчас мы не находимся в этом мире еще. А знаете, что мне напоминает этот граф? Это хороший вопрос, что вы это задаете. Мне напоминает вот этот граф, чарт, вот этот чарт. Если мы посмотрим на рост JavaScript, да, или общего размера JavaScript, мы увидим, что, в принципе, ситуация очень похожа на развитие 5G, развитие 4G, потому что мы думаем, честно говоря, что мы можем больше себе позволить. На самом деле, вот этот разрыв между low-end телефонами и быстрыми телефонами, он становится все больше и больше и больше. И если мы оптимизируем для 5G, без шансов как бы вообще достичь каким-нибудь образом людей, которые находятся на примерно 3G, да, и это большая проблема. Для сравнения, между 2011 и 2018 мы увеличили вырост, да, JavaScript на 700%, а если сравнить на 2020, на 902%, это довольно значительно. И я знаю, что вы скажете, да ладно, боже мой, у нас же есть новая технология как HTTP 3, да, Quick, например, который как бы должен был заменить или исправить некоторые ошибки, которые были сделаны в HTTP 2, приходит, потихонечку приходит, да, и он очень многие проблемы решает. Главное различие, оно, конечно, заключается в том, что HTTP 2 работает через TCP, в то время как HTTP 3 работает через UDP, и поэтому, да, действительно, скорость будет в какой-то степени быстрее, да, многие проблемы будут решены. На самом деле, если посмотреть на статистику, да, можно увидеть, что HTTP 3 на самом деле уже используется. Прежде всего, он используется Google, да, если вы зайдете, например, на YouTube или зайдете на Google, увидите, что HTTP 3, хотя он еще, конечно, не готов полностью, да, он уже используется. И он частично уже поддерживается, конечно, за флагом пока, но нам стоит ожидать в следующем году замену HTTP 2 в HTTP 3. Почему же это важно? Ну, почему же вот это все важно для нас? Ну, потому что нам как бы нужно очень четко представлять, в каком мире мы живем. И вот я хочу как бы очень четко понять, что вот наши решения о том, что, например, как мы используем, как мы создаем мобильные приложения или сайты и так далее, они очень сильно будут зависеть от того, вот в каком мире живут ваши пользователи. Давайте посмотрим на этот мир. мы исходим из того, что вот замечательный, прекрасный фронт-энд это как бы что-то вот где-то вот тут, да, вот у нас есть сервер, вот у нас есть браузер, и между ним у нас разные есть технологии, есть разные опции, как можем строить наши сайты, разные архитектуры. Server Rendering, Static SSR, SSR with Rehydration, CSR with Pre-Rendering и Full CSR. Я помню, как буквально, ну скажем, пару лет назад у нас был большущий хайп, да, все рванулись, метнулись вон от сервера, который такой медленный, надо постоянно ждать какие-то ответы от него и так далее в направлении Full CSR. Мы начали создавать React-приложение, начали создавать Vue-приложение, которое, в принципе, просто делает Hydration, у нас появляется из пустого маркапа у нас появляется приложение, да. Но мы очень быстро поняли, на самом деле, буквально за несколько лет, что этого недостаточно, да. Мы понимаем, что вот эти все старые вещи, типа LAMP, хотя они работают, конечно, ну это окей, но тут есть такие проблемы, это не очень удобно, это не очень динамично, и нам постоянно нужно ждать что-то в ответ от сервера. Но с другой стороны, Time to Interactive это First Contentful Paint, это как бы хорошо. Но здесь как-то все-таки приятнее, да, все очень flexible, можем такие красивые штучки делать, можем изменить views, вот эти все дела. Это было очень-очень здорово, и поэтому мы пришли в мир Single Page Application. Но мы обнаружили одну большую проблему. Мы обнаружили, что Time to Interactive будет гораздо хуже, или гораздо, как бы Time to Interactive, когда можно нажать на любую кнопку, и что-то произойдет, будет гораздо дольше, чем FCP, First Contentful Paint. поэтому мы решили все-таки немножко перетянуть и вернуться все-таки чуть ближе к серверу. И поэтому мы начали думать, а что если нам делать pre-rendering, да, где у нас есть, допустим, у нас client-side rendering, но у нас есть и pre-rendering, где какие-то части, например, сайта или целые страницы будут pre-rendered, да, или же, может быть, стоит делать service-side rendering, но through hydration, как бы немножко другая сторона той же медали, да, где мы, в принципе, используем вот наши замечательные client-side framework, но опять-таки у нас есть rehydration, и более того, это должно быть progressive rehydration, то есть деятельность в том, что мы не просто rehydrating целую страницу, а может быть, только компоненты, и может быть, только тогда, когда человек начинает скролить, да, то есть такой более, такой granular control, да, ну и опять-таки у нас еще есть, конечно, мир gem stack, где у нас все просто pre-rendered, и у нас используются static-side generators, да, вот это как бы разные вещи, в зависимости от того, какая у вас, какие у вас приоритеты, да, и какие у вас разработчики, конечно же, вы решите, как бы двигаться в этом направлении или двигаться в этом направлении. Мало кто, конечно, двигается в направлении server-side rendering, да, только, мало кто двигается только в направлении client-side rendering, только, но с приходом таких вещей, как Next.js, например, да, мы получаем очень быстро out of the box такую как бы приятную, нежную оболочку для всего. Но, вот что меня во всем этом удивляет, то что, когда мы думаем о фреймворках, мы думаем React-View, да, или может на самом деле мы сейчас думаем все-таки скорее не только React, не только View, а может быть что-то типа React-Next.js, View.js.next, вот как бы так. Ну, или же, конечно же, если мы такие хипстеры, может быть, пойти в направлении pre-act или svelte, да, и вот мы как бы крутимся в этом мире и ожидаем, что каждый проект будет вот как-то вот двигаться вот где-то там, да, в зависимости от того, что нам приятно, что нам удобно, что мы хотим использовать, конечно к тому же еще есть еще и GemStack, да, который опять-таки вот это все немножко делает немножко сложнее, потому что где нам, собственно, вот эта статическая компонента должна быть, какую большую она должна быть, где у нас будет, что у нас будет проходить в Build-D, да, но очень интересно, что вот этот мир, в котором мы пытаемся как-то найти свое место, он тоже опять-таки очень сильно меняется, потому что я был очень-очень восхищен тем, что появились наконец-то инкрементальные Build-D в Gatsby, да, а те, кто не знает, проблема заключается в чем? Если у вас есть pre-building, да, как у нас, например, у нас все крутится на GemStack, на Smashy Magazine, у нас все статьи сохранены в Markdown, у нас есть build process, где мы генерируем наше HTML, из-за этого мы добавляем JavaScript, тот, который нужен для поиска, для интерактивных элементов, для комментариев и так далее, но, конечно же, как только мы заменяем запятую, например, мы не хотим rebuild-ить автоматом, сколько там у нас, 4000 статей, это занимает время, да, и плюс еще deployment сам по себе, это целая история, на это тоже нужно какое-то время. И когда появился incremental build в Gatsby, я был просто в восторге, потому что если на какие-то build-ы нужно было 20 минут, теперь это можно же сделать за счет diff, да, которые происходят в Gatsby Cloud за 10 секунд. Это очень классное развитие, это очень-очень здорово в целом. Инкрементальные build-ы, как бы, с одной стороны, для Sterex side generators, а с другой стороны, если посмотреть на client-side rendering в целом, мы видим такие вещи, как partial rehydration, да, по компонентам, или мы видим такие вещи, где мы очень так аккуратненько lazy loading какие-то компоненты, потому что мы знаем, что JavaScript на самом деле будет очень жестоко и жутко тормозить на таких вот средних или плохих девайсах. Так вот, почему я про это все сейчас начал говорить? Потому что, если посмотреть на такую статистику, что людей восхищает, да нас восхищает, неудивительно увидеть, что React, View, и в какой-то степени еще до сих пор Angular, хотя, конечно, можно увидеть, что Angular немножко падает в интерес, да, везде, да, как бы все хотят React разработчиков и все пытаются прыгнуть туда. Но знаете что, ребята, если совсем честно, большинство из моих проектов, на которые я кручусь, они совершенно не находятся в этом мире. Я тоже более того скажу, большинство проектов, с которыми большинство людей крутятся и вертятся, наверное, будут вот в этом мире. И я не хочу быть, знаете, таким party pooper, типа, боже мой, как это так, да, но если посмотреть на в основном сайты или приложения, какие-то такие более legacy, скажем, не знаю, не топ 10%, которые используют React и View, а все остальное, то я очень много еще кручусь, попробую оптимизировать каким-то образом jQuery и jQuery UI. Да, очень больная тема, конечно же. Но очень интересно, что как бы Frontend 2020 или 2021 все равно еще доминирован jQuery на самом деле. Это не то, что большинство сайтов написано на React или написано на View. И даже сама эта история с Jamstack, когда у нас речь идет о том, что у нас статические, генерировали статические сайты, но, честно говоря, это помню еще до времен Jamstack, потому что у нас до WordPress у нас был movable type, если кто-нибудь помнит, или text pattern, которые работали точно так же, просто гораздо, гораздо, гораздо медленнее. То есть мы как бы крутимся вот в этом цикле в какой-то степени и никак не можем все-таки отойти, рвануть и оторвать этот jQuery. С другой же стороны есть интересные движения, как Headless CMS или GraphQL. В принципе, такие очень полезные, очень приятные уровни абстракции, которые позволяют нам избежать неприятных или некомфортных ситуаций, наверное, где нам нужно менять тот же самый код в разных местах, например, где у нас может быть одна центральная API и контент будет идти туда и туда и туда и в сайты, в приложения и в какие-нибудь другие API. Вместо того, чтобы иметь такой традиционный взгляд, где у нас есть фронтенд, у нас есть пока они в одном, мы как-то это отделяем. Очень приятное и замечательное решение и в чем-то, честно говоря, даже похоже именно на эту историю как бы CraftQA сам по себе, где мы можем, в принципе, создавать такого рода системы, где мы очень комфортным, очень удобным для нас виде, ставим запросы, принимаем ответы, очень здорово, я как бы восхищен тем, что это происходит. Но этого недостаточно, потому что мы знаем, например, потому что JavaScript такой дорогущий, есть некоторые вещи, которые просто очень сильно влияют на performance. И это прежде всего будут third-party scripts. И это очень часто будут даже не только third-party scripts как tracking, например, а AB testing. Поэтому очень интересно увидеть опять-таки решение, где AB testing и вообще любые дорогие операции проходят не на уровне опс, обратно, 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 sorry, проходят не на уровне в client-сайт, не во фронт-энде сам по себе, а на уровне edge, то есть в CDN, где мы можем сказать, как это можно делать в Netlify, это можно делать в WhatSmartly, где у нас нет Visual Website Optimizer или Google Optimizer, потому что они жестокие для перформанса, вместо этого мы их перекладываем на CDN и решаем там на уровне CDN посылаем эту версию или посылаем эту версию для тестирования. Очень классная и очень полезная вещь. Так вот, State of Frontend 2021. Браузеры никогда не были такими хорошими, как сейчас, без вопросов. Браузер-энджерс никогда не были такими хорошими, как сейчас, без вопросов. Tooling, APIs, metrics идеально, очень-очень круто, без вопросов. У нас есть очень классные техники для того, чтобы уменьшить наши бандлы или каким-то образом, ну знаете, использовать Webpack, Code Splitting, Tree Shaking, для того, чтобы оптимизировать эти бандлы. Они все равно большие, но мы как-то двигаемся к тому, чтобы сделать их меньше. У нас есть уже какие-то возможности и трюки для этого. у нас есть техники, как пререндеринг, рехидрэйдрэйшн, инкрементал, билдс, или даже компонент-левел рехидрэйшн, у нас есть GemStack, у нас есть Service Worker, сфоргатив Web Apps, у нас есть хорошие технологии, 5G, Quick, Broadly, ABF, AB1, про них мы еще поговорим сегодня, а результат у нас не очень, потому что у нас очень-очень-очень неприятные и медленные и заваленные непонятными вещами сайты. CSS растет, JavaScript растет, third parties растут, mobile никогда не был таким сложным. Если вы создаете сайт для мобильного, это действительно проблема, потому что нам не то, что нужно думать о том, как бы картиночку вот эту перенести сюда, чтобы view подходила, а нужно думать, а как нам сходится с ситуацией, когда у нас есть continuum of experiences. То есть, если мы сейчас, например, разрабатываем сайт, там недостаточно просто подумать, как нам сделать так, чтобы все быстренько там загружалось на мобильном, потому что нам нужно думать, а как вот это experience, как бы вот этот вот мокап, который, допустим, у нас есть, как он должен работать на 2G, или 3G, или 4G, или 5G, как он должен работать, если у человека нет памяти? Ну, не своей, конечно, на девайсе. Что нам делать, если у человека нет, например, не просто там какой-то старый браузер, такого уже как бы нет он сам по себе, но есть такого рода вещи, как плохая связь. Как нам оптимизировать тогда этот сайт? Как у нас будет выглядеть ситуация с чек-оффлайн? Вот короткие вещи очень-очень сложно как-то предугадать хорошо, независимо, конечно, от самого разрешения экрана, это вообще тема, которая более-менее решена. Но еще мы знаем, что есть ожидания у пользователей, ожидания, что в какой-то момент, когда у них будет 5G на руках, что они смогут смотреть 4К, и они смогут смотреть 5К, и может быть даже 8К, не говоря о том, что это феноменальный удар по hardware, потому что нам надо это поддерживать и в плане памяти, и в плане сети, и в плане CPU, и в плане JavaScript. Плюс, к тому же, еще legacy constraints, опять-таки, jQuery никуда сходить особо не собирается, честно говоря, по крайней мере, из старых проектов, и, конечно же, к тому же, еще и доступность, и приватность. Вот, и вот этот мир, в котором мы сейчас живем, и где мы пытаемся как-то более-менее что-то найти для себя. Ну, хорошо, мир — это понятно. Так, а что мы с этим всем будем делать? Ну, если мы посмотрим на то, что мы можем с этим сделать, давайте подумаем, вот что у нас вообще есть, какие у нас есть новые техники для того, чтобы это решить. Например, у нас есть Device Memory API теперь, да, он существует уже 2 года, да, можем сказать, если у человека меньше 16 гигабайт памяти, давай ему такой вот experience, если больше 16, давай такой-то experience. На самом деле, ничего сложного в API нет, да, как бы мы можем использовать Navigator до Device Memory и давать либо Light Experience, либо Full Experience, например. Все очень просто, ничего сложного нет. То есть мы подгружаем компоненты, если мы знаем, что у человека хороший опыт, хорошая скорость, например. Это значит, что изначально у нас есть какой-то state, который будет довольно basic и довольно быстро загружаться, и все компоненты, которые как бы может быть более дорогие, да, они будут подгружаться только если у человека, допустим, хорошая связь, да, или достаточно памяти. Это значит, например, такого рода вещи, как Parallax, может быть, не стоит загружать из человека на 3G, или может быть, такого рода вещи, как Auto Video Play, может быть, не стоит подгружать из человека на 3G, или Shift, может быть, не стоит их подгружать из человека на 3G, да, это как бы одна сторона. И, конечно же, опять-таки, вот эта теория о Adaptive Serving, где в зависимости от того, какой у человека связь, подгружаем либо Placeholder с текстом, либо какую-нибудь маленькую картиночку, либо побольше картиночку, либо видео. Если мы думаем о таких вещах, как, например, Hero Image, или Hero Video, вот здесь мы будем абсолютно точно применять такого рода стратегию. Недостаточно просто взять и дать видео, потому что многие люди этого не увидят, особенно, если вы посылаете видео в 4К, например, да, сначально. И для того, чтобы это сделать с сетью, да, у нас есть Network Information API. Она, конечно, не настолько доступна для всех, но в кроме она поддерживается, да, и в Firefox она поддерживается тоже на мобильном, поэтому довольно полезно. Кроме этого, у нас еще и Save Data Header, Save Data Client Hint Request Header, который доступен from Opera и Яндексе, да, если человек выбрал Save Data Mode, мы можем реагировать на это и посылать меньше информации, желательно не больше информации, да, таким образом дать пользователю какой-то полезный опыт, да, доступ к нашей информации быстрее. Кроме этого, у нас есть маленькие такие трюки, например, Back Forward Cache, да, опять-таки пришло вот буквально на прошлые, нет, две недели назад, когда Google анонсировал, что когда мы переходим с одной страницы на другую, а потом возвращаемся назад, очень часто происходит Reparsing и Rerendering и Redunload of Assets, да, это совершенно, конечно, не нужно, потому что мы можем использовать теперь Back Forward Cache, и это тоже требует определенных оптимизаций со стороны разработчиков, потому что если мы посмотрим, например, на такие кейсы, слева у вас с BF Cache и справа без, вы, допустим, входите от одной страницы к другой, согласно Google на мобильном это делает, каждая из навигаций, одна из пяти навигаций будет возвращение назад, на доступе это будет одна из десяти, да, мы видим, что слева это гораздо быстрее, чем, например, справа, да, это делается таким образом, что сохраняется и JavaScript heap, да, и RenderTree в Memory Cache, но, опять-таки, он разобоится, чтобы не использовать, например, Unload Event и другие вещи, о чем это все описывается, кстати, вот в этой статье Филиппа Уолтона, да, такой маленький трюк, опять-таки, который очень полезен, потому что, опять-таки, 20-25% ваших пользователей будут иметь этот experience, возвращаясь на предыдущую страницу, да, и неудивительно, почему Google это так пушит, конечно же, просто потому что, ну, как бы, люди приходят на какие-то сайты из Google, им что-то не нравится, они возвращаются, неудивительно. Что еще есть? Web Assembly, да, если у вас есть какие-нибудь вещи, как, например, манипуляция видео или манипуляция картинок или любые дорогие операции, математические операции, да, все что угодно, есть две опции обычно, да, потому что JavaScript single-threaded в браузерах, да, у нас нет возможности подключать такие монолиты, огромные apps, поэтому мы делаем что? Мы выбираем те вещи, которые требуются довольно много усилий к браузеру, да, и отдаем их либо веб-воркер, либо веб-ассембли. Веб-ассембли будет, может быть, теоретически будет даже быстрее. И на самом деле, если посмотреть на веб-ассембли как технологию, да, есть ситуации, когда действительно очень-очень помогает. И более того, до такой степени, что иногда их можно встретить, поддержку их можно встретить на CDN уровне, где они как бы, если вы берете, например, используете Rust или еще что-нибудь, где они будут компилироваться и экзекьютироваться, да, прямо на уровне CDN, подготовив, например, какие-то ресурсы для вас во время билда, да, это довольно интересная вещь сама по себе. То есть мы идентифицируем ту вещь, которая дорогая, да, и пытаемся ее как-то оффсетить. Но и кроме этого есть еще и другие вещи, конечно же, как, например, predictive prefetching. Это то, что очень часто можно увидеть в corporate world, просто потому, что очень часто мы не в состоянии, скажем так, исправить app, да, сделать его быстрее для всех. Поэтому мы используем такие трюки. Одним из первых трюков был guest.js. И идея находится в чем? Здесь заключается в том, что мы подгружаем в app-pack chunks или скрипты, которые мы знаем, что они будут нам нужны, когда человек крутится вокруг какой-то определенной области, но еще не нажал на ссылку, или когда нажал на ссылку, или когда скроллит, да, или когда делает что-то похожее. Например, если у вас есть какой-нибудь wizard, и в нем пять шагов, да, если человек начинает ходить по второму шагу, вы можете как бы уже начать подгружать какие-то вещи, которые нужны будут на третьем или четвертом шаге. guest.js получил довольно много развития, на самом деле, predictive prefetching. Более того, это на самом деле феноменальная технология, просто потому что она использует Google Analytics для того, чтобы предугадать, насколько велика вероятность того, что этот человек, который был на этой странице вашего сайта, пойдет на эту страницу вашего сайта, и тогда подгружает, собственно, какие-то chunks, например, для вас, да. И это работает очень простым образом, потому что каждой ссылке каждому интерактивному элементу придается probability score, да, и зависит от того, какой он подгружает за какой-то страница или подгружает за какой-то chunk или нет. И это выглядит примерно так. Вот если посмотреть, например, как это сделано в Shopify, как только вы приближаетесь к выбору картинки, вы можете справа увидеть, что image pickup model, pickup model, next, подгружается, как только вы двигаетесь туда. или же вот если посмотреть на intercom, да, как только вы приближаетесь к этому чат-виджету иконке, да, какие-то опять-таки chunks будут подгружаться в этот момент. Очень похожая история происходит в Инстаграме, где они используют preload hints для того, чтобы подгрузить два типа критических ресурсов, JavaScript и GraphQL requests, да, чтобы приложить, как бы, отображать следующие картинки. То есть как только мы скроем вниз, очень много происходит именно на основании того, что мы уже делали, да, вот. И если посмотреть опять-таки, как это выглядит, у них есть несколько так называемых cues, и в разных cues есть разные priorities, да, если вы скролите вниз и Инстаграм знает, что вы как бы, там, 30% осталось среди 40, то тогда какие-то вещи, какие-то GraphQL requests будут посланы более агрессивно, чем если вы находитесь в самом начале, например. Ничего, конечно, особенного, но на самом деле очень полезная и очень важная вещь. eBay делает очень похожую историю, да, когда вы только начинаете искать что-то, он пытается, перед тем, как вы используете автокомплит, он начинает подгружать какие-то вещи, которые отобразятся, когда нажмете на автокомплит. А что еще можно сделать? Сейчас я смотрю, немножко перепрыгнул. Безусловно, конечно, Code Spitting and Component Loading, это то, о чем я уже говорил, да, Progressive Rehydration, вот это то, что я хотел показать и забыл, это когда вы смотрите при помощи Intersection Observer, API, вы смотрите, где человек находится, если он находится в расстоянии от 300 пикселей от какой-то компоненты, которая вам будет нужна, например, вы подгружаете ее, и поэтому вы Rehydrate Interaction или Component Visibility, как только человек нажимает на кнопку, например, или как только он приближается к этому элементу. И все эти вещи довольно-таки важные, потому что они как бы показывают немного вот именно насколько мы ближе приближаемся к вот этому очень детальному и очень такому гранулярному view того, что мы можем делать в фронтенде. Так вот, вот делая как бы общий обзор, да, нам важно понимать, что мир, в котором мы живем на самом деле никуда не обойдется без вот этого без этих performance budgets. Если мы хотим быть более-менее доступными на этих плохих мобильных телефонах, то нам нужно думать о том, с какой у нас есть бюджет. Но на самом деле это не просто такой бюджет, как там, 300 килобайт, 400 килобайт. Это должно зависеть от сети. Это должно зависеть от телефонов. Поэтому нередко можно увидеть целые такие карты почти, где мы показываем slow 3G, slow 4G, Wi-Fi, slow 3G на хорошем телефоне, slow 3G на плохом телефоне. И у нас есть очень красный сайт, который называется Performance Budget Calculator, где вы можете собственно сами подобрать, что вам подойдет или что вам не подойдет, для того, чтобы выполнять, как бы быть довольно быстрыми на медленных телефонах. Так вот, с телефонов становится все больше и больше, они становятся все дешевле и дешевле, но они не становятся лучше обычно. У нас есть проблемы с performance до сих пор нерешенной, которые надо решить, и мы как бы каким-то образом должны перенести не только на выбор фреймворка, но и на дизайн. Потому что можем ли мы себе позволить, например, для Индии иметь два шифта или нет? Наверное, нет. Можем ли мы себе позволить Parallax для, не знаю, для Бразилии? Наверное, нет. Можем ли мы себе позволить Auto Video Play для Америки? Наверное, да. Такого рода решения должны приниматься на уровне того, какой у нас user base. Мы знаем, что JavaScript до сих пор очень дорогой, да, раньше была проблема даже в парсинге, но при помощи того, что Chrome инженеры прежде всего исправили за последние два года, парсинг — это уже не проблема, но экзекьюшн — это до сих пор проблема, да. Mobile — это не просто такая парашка-короба, это скорее целый спектрум, который нужно изучать каким-то образом. Нам очень сложно прийти к хорошему быстрой загрузке, если мы используем полностью client-side rendering только, да, поэтому мы как бы все-таки пытаемся крутиться и в сторону сервера идти, и мы пытаемся очень-очень четко, так, очень грамотно подходить к отдельным cherry-pick, да, к отдельным компонентам. Эту компоненту мы подгрузим только вот в этой ситуации, эту компоненту только вот в этом, и мы, нам нужно срочно избежать эти большие банды. Вот это мир, в котором мы живем. Так вот, давайте теперь посмотрим на этот мир с более прагматичной стороны. Да, вот я не хочу просто вот тут братья что-то рассказывать, да, но давайте посмотрим, что это значит на практике. Пожалуйста, я сейчас вам, сколько у нас на времени есть еще до паузы, ну, у нас еще, кажется, есть 30 минут. Давайте посмотрим, что надо с этим всем делать. Если вы зайдете на этот Google Doc, если вы подключились чуть позже, вы найдете его на smash.buy slash holyjs 2020, да, я подобрал несколько разных, много разных ссылок на самом деле, да, state of JS, state of CSS, это как бы то, что разработчики обычно любят, то, что они используют JavaScript и CSS, это на самом деле сейчас не так важно. Но что было бы для меня интересно, это посмотреть, как мы начинаем разрабатывать сегодня. или с другой стороны, как мы начинаем оптимизировать сегодня, да, если я хочу оптимизировать сайт или найти какие-то проблемы, я, наверное, не обойдусь без DevTools, да, но мне нужно знать, как DevTools работает. И вот что я хочу показать вам на следующие 30 минут, это то, что нужно было бы, наверное, знать и как нужно было бы настроить свои DevTools, чтобы находить проблемы, которые мы, как бы, указали вот за эти первые, там, 30 или 40 минут, да, быстро и удобно. И как бы просто, чтобы был какой-то фреймворк о том, как мы вообще будем работать с этим всем. Давайте возьмем какой-нибудь сайт. Ну, например, давайте возьмем Hore.js. Я не хочу никак бы быть тут критичным и так далее, да. Давайте просто Hore.js.moscow.ru. Сайт, да, анимация, да, текст. Давайте попробуем посмотреть, какую, как бы, как он флайнит performance в целом. Есть много разных сервисов. И есть, например, Lighthouse. Первым делом можно, конечно, взять и использовать какой-нибудь Lighthouse Chrome extension и получить какой-то результат. На самом деле это очень опасная вещь. Потому что, если вы используете Lighthouse в браузере, это очень, с какой-то стороны, оптимистический вариант, а с другой стороны, совершенно неправильный вариант. Почему? Потому что есть, например, extensions. Extensions играют очень важную роль и они очень сильно блокируют main thread. Если мы посмотрим, давайте мы сделаем, кстати, этот экран побольше, что я вот так маленьким сделал. Если мы посмотрим на Impact, который имеет Chrome extensions, есть некоторые extensions популярные, как, например, Grammarly, в прошлом так было, я не уверен, так ли сейчас или нет, которые могут тормозить всю загрузку всех ваших страниц на 200-300 миллисекунд. Поэтому лучше создать новый профиль. Если вы хотите посмотреть, какие именно самые дорогие, это, в принципе, то, что вы не можете контролировать, правильно? Если, действительно, кто-то решил использовать 15 разных Chrome extensions, из них 7 ad blockers, то, да, наверное, у них будет ваш сайт очень быстро тормозить. Но нам нужно, как бы, исходить из той ситуации, что нам нужно, по крайней мере, иметь очень четкое представление, где у нас есть bottlenecks. Потому что они будут, и если у кого-то 15 extensions, и если у кого-то нет 15 extensions. Так вот, давайте первым делом, я прошу вас, кстати, если вы хотите, конечно, просто делайте то, что я делаю, таким образом мы, как бы, будем действительно воркшопить, но первым делом я всегда создаю новый профайл. Если вы посмотрите на People tab в Chrome, если вы используете Chrome, ну, я тут просто показываю Chrome, на самом деле, это неважно, это Chrome или Firefox, но в моем случае это будет Chrome. Вы можете создать новый чистый профайл. Создаете add person, у вас появляется абсолютно чистый профайл, где ничего нет, никаких Chrome extensions и так далее, и так далее. Очень приятно, очень удобно. Я бы в данный момент, кроме того, чтобы сделать новый профайл, для performance, я бы, наверное, еще добавил какие-то вещи, которые нужны. Может быть, это были какие-нибудь extensions, performance-related extensions. И у меня как раз-таки есть такого рода профайл, он называется Perf Profiling. Давайте мы его откроем. И здесь у меня есть пара bookmarks, и в принципе, все, больше ничего нет. Есть много разных tools, которые можем использовать, для того, чтобы ощутить, какой сайт быстрый или не очень быстрый. Например, некоторые из них, если мы откроем, опять-таки, давайте-ка все-таки вернемся сюда. Мы откроем smash.py holy.js 2020. И вот я не добавил. А зря. А зря. Да. Мы увидим, что вот эти приложения, эти сервисы, которые здесь есть, PageSpeed Insights, Lighthouse Matrix, WebDev Measure, они очень полезны. Давайте откроем их всех. PageSpeed Insights, Lighthouse Matrix и WebDev Measure. Так. WebDev Measure. Так. Угу. Вот эти три. Отлично. И если мы посмотрим на них, можем видеть, ну, окей, давайте поставим holy.js, посмотрим, что у нас будет. Это как бы то, что мы, наверное, будем делать изначально первым делом. Правильно? Это будет holy.js 2020. Какой у нас сайт еще раз? Вот этот сайт. Отлично. Вот ему мы, наверное, нет. Мы возьмем не этот, а мы возьмем, ну-ка, ну-ка, давай-давай-давай-давай-давай. Давай, грузись-грузись-грузись-грузись. HolyJS.ru Мы возьмем вот этот, тот, который у нас сейчас. HolyJS.Moscow.ru. Отлично. И мы добавляем его сюда. Мы добавляем его сюда. И вы видите, почему через минуту. И мы добавляем его, конечно же, и сюда тоже. Все эти средства нужны. Это не то, что один заменяет других. И они нужны немножко разным причинам. Потому что, если вы зайдете просто на WebDevMeasure, это как бы Lighthouse Online, грубо говоря, у вас будет одно значение. Одно и один какой-то Lighthouse Score, который, опять-таки, не зависит от вашего браузера. Это довольно приятно. И у нас есть report. И у нас есть эти вещи, по которым мы говорили. First Contentful Paint, сделать немножко побольше. First Contentful Paint, Time to Interactive, Total Blocking Time, CLS, Largest Contentful Paint, и так далее. Окей. И у нас есть эти проблемы, которые, как бы, можно было бы решить. Performance. И у нас есть Score. 24D Performance. Если мы посмотрим на второй сайт Lighthouse Matrix, можно увидеть, что Score отличается. А почему? Потому что этот сервис не просто дает какое-то одно центральное значение, а смотрит на то, какие будут значения или насколько быстрый сайт в огромном количестве разных центров. И потом находит какой-то средний. То есть, например, в US East у нас средний Score 17, в US West 14, в Европе 21, в Азии 11 и так далее. И, опять-таки, у нас есть эти LCP, TTI и TBT, Total Blocking Time. И у нас, кроме этого, есть еще и, опять-таки, PageSpeed Insights, который совмещает несколько интересных деталей. И это тоже очень важно, потому что в то время как в Measure у нас, в принципе, только один сайт, который где-то в Америке находится. В Lighthouse Matrix у нас много сайтов, которые находятся по всему миру. А в PageSpeed Insights у нас используются не только данные о том, как в одном каком-то месте, какой есть Lighthouse Score, но и данные о том, как это вообще-то для большинства пользователей, которые заходят на этот сайт. Потому что в PageSpeed Insights, который для меня прямо Библия, честно говоря, раньше он был очень таким, никаким, там, какой-то много лет назад, но он был обновлен значительно. Есть две, два набора данных, Field Data и Lab Data. Я думаю, что вы догадываетесь, что это, в чем разница. Field Data это данные, которые Google Chrome собрал о пользователях, которые заходили на ваш сайт через Google Chrome. И они дают вам информацию о том, насколько хороший или нехороший опыт был у этих пользователей. В контексте First Contentful Paint, в контексте Largest Contentful Paint, First Input Delay и CLS. И вы видите здесь, что до 62% пользователей все подгрузилось меньше одной секунды. А с другой стороны, для 93% пользователей все подгрузилось, First Input Delay был меньше 100 миллисекунд. Но, опять-таки, для 2%, например, у вас был Poor First Input Delay больше 300 миллисекунд. И самая большая проблема, опять-таки, здесь это, с одной стороны, CLS, а с другой стороны, FCP. 35% пользователей имели такой средний, не очень хороший опыт. Это стоило бы, может быть, исправить. И вы можете, опять-таки, посмотреть Origin Summary, который как бы не только следит за этим вот URL, который вы дали, но за всем сайтом, за всеми страницами на сайте. Мы видим, например, что только у 50% всех пользователей был более-менее личный опыт в контексте First Contentful Paint. Но, в целом, если посмотреть, как бы опыт совсем неплохой. Вот в целом. Хотя Score 20. А почему Score 20? Тут же все зелененькое такое. Прежде всего, потому что у вас очень плохой call здесь. FCP и, конечно же, CLS. На самом деле, CLS по себе не такая большая проблема, но пользователю нужно долго ждать. Полторы секунды, один-три секунды нужно ждать, чтобы увидеть контент в среднем. А вот теперь у нас есть еще и Lab Data. В то время как, опять-таки, Field Data это то, что Chrome знает о нашем сайте. Lab Data это то, что мы, в принципе, вот сейчас PageSpeed зашли на сайт и увидели, как бы, вот сейчас в этом тесте какие были результаты. и результаты может быть даже не очень. FCP 3.8, Speed Index 10.7, Large Contentful Pain 10.3, Cumulative Layers, кстати, 0. Интересно, да? То есть, это то, что было собрано за 30 последних дней месяца. Это то, что было собрано прямо сейчас. Так вот, почему это полезно? Ну, кроме того, нужно учитывать, что у нас есть еще мобильный и у нас есть Desktop. 78 на Desktop и 20 на мобильном. Кроме того, есть очень полезная вещь. Просто феноменально полезная вещь. Она называется Chrome User Experience Report. Если вы нажмете на эту ссылочку, вы можете, даже если вы не используете Google Analytics, да, давайте я все-таки зайду на нее в другом профиле, потому что он у меня уже подключен, вы можете увидеть, какой был опыт у пользователей, которые заходили на сайт. Так, а ну-ка, куда же ты пропал-то? Нехорошо. А это опять-таки не тот профиль. Ну-ка, 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 нет, все было. Сейчас посмотрю, что же ты так потерялся? Так. То есть, вы можете подсоединить свой сайт, если у вас есть Google Аккаунт, и получить полную информацию, полный report о том, какой был опыт, даже если вы опять-таки не используете Google Analytics. Это дает нам очень хорошую информацию о том, и даже если это не ваш сайт на самом деле. Мы можем посмотреть, например, как вообще, собственно, был Holy Gesta для большинства людей. подключим и нажать на Connect, который находится справа вверху. Вы можете со мной, кстати, это делать, если у вас получается. Подключаем. И у нас получается набор какой-то информации. Тут очень-очень много всего. На самом деле, все это не так важно. Можете подправить как вам угодно и так далее. Мы нажимаем на Create Report. Нажимаем на Create Report. Еще раз. Так. Я, кажется, нажал или не нажал. Теперь нажал. И Google нам дает репорт о том, какой был, собственно, опыт у пользователей, которые использовали этот сайт. Так. Сейчас мы подкрузим. Давай-давай-давай. Не тормози, не тормози. Так. Мы теперь видим вот эти главные метрики, которые Google для себя как бы взял и как бы ценит. Мы увидим Chart. Я надеюсь. Что мы скоро увидим Chart. Мы увидим, что на десктопе вот так, на телефоне вот так, First Input Delay так, CLS вот так и так далее. Но это на самом деле не самое полезное. Здесь 12 страниц информации. Если нас интересует что-то конкретно, можем пойти и посмотреть, а в чем была там проблема в LCP и когда. Потому что можем сказать, а давайте посмотрим наш LCP в целом за протяжении последних, не знаю, сколько времени. Так. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, давай прячься. Прячься. Да. Можно сказать, ага, значит, вот что-то произошло в июне 2020 года. Я не знаю, это вам видно или нет, да. Что-то произошло в июне, где действительно улучшился он довольно значительно. А потом он опять-таки упал. И возможно, опять-таки, если посмотреть на ваш сайт, вы можете увидеть, ага, что-то у нас какой-то был деплой, который что-то принес какие-то проблемы и у нас потом в итоге ух... Или же мы можем посмотреть, например, вот здесь. First Input Delay. Были какие-нибудь проблемы там или нет? Опять-таки, можно найти какие-нибудь тренды. Или CLS. Или Time to First Byte. Это очень хороший репорт, который опять-таки основан не на том, что вот мы думаем, как бы, Lighthouse Score, который нам показал, когда мы задеплоили, а как это проходит с течением времени. Очень-очень полезная вещь. Например, вот что-то здесь произошло, был какой-то рефактор, видимо, и потом были опять-таки какие-то проблемы, да, когда в июне, опять-таки, опыт ухудшился довольно значительно в 13% пользователей. А что там, собственно, произошло, да? И вы тогда можете следить за этим и смотреть, окей, тогда давайте что-нибудь поменяем, посмотрим, как это изменилось за последнее время. Очень-очень полезная вещь, которая доступна для всех. Очень-очень советую и очень-очень рекомендую к использованию, да? Окей, это у нас еще есть. А еще у нас есть Request Map Generator. Опять-таки, чтобы понять, получить хорошее представление о том, что это, собственно, вообще, что есть на этом сайте. Если мы зайдем на Request Map Generator, и он у меня уже был, по-моему, где-то открыт, да, вот здесь, вы получите для вашего сайта, для любого сайта, на самом деле, вот такого рода chart или graph, да? Где вы можете посмотреть на какие вообще есть связи или dependencies у этого сайта, да? И тут есть, кстати, такая ссылочка внизу, Mr. Old Request Map. Как-то она немножко приятнее. Я на нее нажму, и тогда мы увидим, как это, собственно, выглядит. Но выбирает некоторые нужные информации, это приятно. Так, ну-ка, подкрузилась, подкружается. Хочется в это верить. Нет. View All Requests. Давай-давай-давай. Визуализация. И почему это важно? Потому что вы можете сразу понять, даже не заходя еще в DevTools, да, можете понять, а, вот как-то вот этот Tool, вот эти вот Tracking Pixel, например, он привел не просто к тому, что он погрузился, да, тот же Google Tag Manager вот здесь, он подгрузил еще с собой несколько дополнительных вещей. Например, он подгрузил MSMC Яндекс, EBK, и Google Analytics, и Static Ads Twitter, который подгрузил AnalyticsTwitter.com, и Google Ads Services, и Connect Facebook.net. Мы видим тут несколько вещей. Во-первых, мы видим вот эти жирные точки. Чем больше точка, чем больше был overhead, да, payload. То есть мы видим, что вот из всех вот этих ресурсов, которые были подгружены, картинки, файлы и так далее, да, мы видим, что вот один из них был офигенно большим, а именно 172 килобайта, и это был usedesk.ru, да, и на него ушло полторы секунды, да, JavaScript execution. И мы еще не заходили даже в DevTool, чтобы посмотреть, в чем именно там дело, да, но у меня уже есть хорошее визуальное представление о том, как это, собственно, что тут есть. А кроме этого, у вас еще есть и вот жирность, наверное, вот этой каждой стрелки. Чем же не стрелка, тем больше было у вас, собственно, реквестов, да, то есть чем больше у вас, чем толще она, тем больше у вас было реквестов к этому домену. И вот таким образом мы можем просто крутиться и вертеться и смотреть, ага, где у нас, как бы, какая у нас ситуация и как это все выглядит. Тоже очень-очень полезная вещь. Постоянно использую. Но самое полезное, конечно, это DevTools. И вот за последние 15 минут я хочу показать вам еще кое-что, что опять-таки будет очень-очень полезным, если вы пытаетесь дебажить что-нибудь, да все что угодно. Если мы посмотрим на DevTools в новом Chrome profile, да, зайдите в Experimental Settings. Мы открываем DevTools, Command-Alt-I или Control-Alt-I, Shift-I, да, и идем сюда в Settings, там где у нас, ну, Settings, F1, да, или Shift-опрос, и у нас отображается вот такое View. Я его опять-таки сфотографировал и поместил в Google Doc тоже, да, но зайдите в Эксперименты, в своем DevTools. И опять-таки, это очень важно, что это будет в отдельном View, а не прямо там, где вы, знаете, собственно, разрабатываете обычно, потому что, на всякий случай, это все эксперименты, на самом деле, но они очень полезные эксперименты, и вы поймете, почему скоро. И просто поставьте галочки там, где они у меня стоят, а именно Automatically Pretty Print on the Sources panel, CSS Overview, Protocol Monitor, Short Developer Resources View, Record Coverage, While Performance Tracing, ну и остальные вещи, наверное, будут у вас так и так, это не так важно, но очень важно, Timeline Event Initiators, так, Enable New CSS Grid Debugging Features, это нам понадобится для скрида, и еще тоже очень полезно, Input Events on Timeline Overview и Timeline Invalidation Tracking, так, самое главное, это Timeline Event Initiators и Timeline Invalidation Tracking, они нам пригодятся, после того, как вы нажмете закрыть, кнопку закрыть, у вас появится вопрос, хотите ли вы сделать refresh, сделать refresh, сделать refresh. Так, я вам дам буквально 10 секунд на это, например, как-то в этом разобраться, так, а теперь, теперь давайте посмотрим сначала на Network Panel, а потом на Performance Panel, по HolyJS, так, вот эта страница, на которой мы сейчас, допустим, HolyJS Moscow.ru, да, мы открываем DevTools, я опять-таки сделаю чуть-чуть побольше, и идем в Network, так, и делаем hard refresh, так, делаем hard refresh, и мы видим много разных ресурсов, как вы видите, кстати, некоторые из них приходят через HTTP 3 Quick, да, это то, что H3 Cool, на самом деле, Google сделал очень хитро и мудро, потому что, они действительно пытаются очень сильно пропушить, как бы, H3, и многие ресурсы, которые используют Google Tag Manager, или Google Analytics, и так далее, они не только идут через H3, они часто идут с одного IP, таким образом, что вы действительно, довольно быстро погружаете их, это довольно прикольно, так вот, у нас есть, как бы, полное представление о том, что произошло на этой странице, в какой-то степени сейчас, да, первый важный момент, первая вещь, которую нужно учитывать, это, если вы нажмете control и правый клик, вы можете выбрать те вещи, которые вам хотелось бы увидеть, например, одна вещь, которую я всегда пытаюсь увидеть, это priority, да, это я подсвечу, надеюсь, что это будет видно здесь, нет, не работает, не работает, ну-ка, ну-ка, но вы должны увидеть колонку, которая называется priority, и это priority будет выглядеть вот так, priority, highest, highest, medium, low, и так далее, и так далее, это приоритет, с которым браузер подгружает какие-то ресурсы, конечно же, highest priority значит, что приоритет самый высокий, low, medium, и так далее, они значат, что они менее важны, да, позаботите о том, чтобы это было, конечно, вы можете подумать, а вообще, что это значит priority, это как-то где-нибудь задокументировано, это очень хороший вопрос, потому что, конечно же, это задокументировано, если мы посмотрим на статьи, как, например, Эдис Майнин приколил статью JavaScript Loading Priorities in Chrome, мы увидим, что они очень сильно отражают структуру того, как мы, собственно, располагаем наш контент, наш CSS, наш JavaScript в HTML, да, если у вас скрипт в хеде, и он блокирующий, да, тогда execution priority будет very high, и он будет блокировать parser, да, loading priority будет medium high, это уже браузер сам решит для себя, потом есть у нас такие вещи, как async, да, опять-таки, которые блокируют parser, например, опять-таки, подгружаются loading priority, medium, high, да, и у нас есть defer, да, который, опять-таки, ну, это как бы мы еще немножко обсудим, наверное, после паузы, но у нас есть, опять-таки, defer, у нас есть async, и они подгружаются по-разному, самая главная разница заключается в том, что defer уважает распорядок, да, то есть, если у вас скрипты, и они все используют defer, тогда их execution будет именно таким, первый скрипт, который defer, второй скрипт, который defer, и так далее, и так далее, если у вас jQuery, да, у вас jQuery plugins, вы сначала хотите, чтобы jQuery загрузилось, а потом jQuery plugin, а async действует немножко иначе, потому что он исполняет скрипт тогда, когда хочет, грубо говоря, тогда, когда он готов, да, он не ждет unload event, да, в то время как defer ждет DOM content load start event, да, поэтому чаще всего, если вам нужно все-таки немножко посрачнее, но вы хотите асинхронно, тогда будет async, но тогда он будет блокировать parser, это нужно учитывать, либо defer, потому что он тогда он будет как бы посполнить, и загружать вот эти, исполнять все эти скрипты позже, на самом деле, на самом деле, как бы была, есть причина, почему мы обычно располагаем скрипт, тег, в конце body, и она исходит из прошлого, потому что в старые добрые времена у нас был только один parser, если мы загружаем holyjsmoscow.ru, браузер, да, что происходит? Браузер получает html, для того, чтобы как бы понимать, что происходит на странице, трансформирует html в DOM document object model, в то время, как он это делает, ему нужна какая-то информация, ему нужна прежде всего css, для того, чтобы знать, какого размера будут кнопочки, какого размера будет layout, чтобы сделать geometry of the page, да, то есть первым делом мы делаем, как бы мы пытаемся разобраться, есть ли у меня css, для того, чтобы это все нарисовать, и он создает не только, как бы DOM будет создан из html, в то же время и css будет создан так называемый css-ом, css-object model, у вас вполне может быть в css, например, что-то display none, да, или у вас может быть в javascript те что-то, что, например, спрячет какой-то из элементов, которые не нужно рисовать, поэтому браузер берет DOM, берет css-ом, мэтчит их и создает так называемый render tree, и браузер тогда уже, когда есть render tree, может, собственно, рисовать этот render tree как страницу, но, если у вас есть css, который блокирует render он не будет рисовать, если у вас есть javascript, который блокирует render он не будет рисовать, да, поэтому, что мы как бы делаем, вместо того, что показывая все эти скрипты как бы отображать в самом верху, вместо этого мы их отображаем внизу, потому что, если они будут вверху и они синхронные, они будут все блокировать rendering страницы, потому что есть, изначально был один парсер, который идет сверху вниз и говорит, о, у меня скрипт, а ну-ка, ну-ка, «Стоп, стоп, 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 я не буду вообще создавать мой дом, пока я не скачаю этот JavaScript и пока я не делаю execution». В течение времени появился второй парсер. В 2008 году замечательная компания, которую вы, может быть, знаете, называется Microsoft, в Internet Explorer, в 8-м, если не ошибаюсь, была так называемая Speculative Parser. Это парсер, который не executed JavaScript, это парсер, который смотрит на страницу и пытается префетчить или подгрузить какие-то картинки или какие-то скрипты и так далее, не выполняя их. Так вот, для того, чтобы скрипт не блокировал рендеринг, мы показывали в самом конце, давая браузер таким образом понять, что он менее важен. С приходом defer это стало ненужным на самом деле, вы можете использовать этот скрипт defer где угодно, хоть в самом начале страницы или в середине. Браузер все равно понимает, что это как бы low priority. А sync немножко сложнее, опять-таки, по тем же причинам, по которым я говорил. То есть, когда мы начинаем думать скрипты, что нам делать со скриптами, какие там будут атрибуты и так далее, я всегда, вот для меня это Библия, я всегда использую вот эту схему, для того, чтобы понимать, как я хочу, чтобы было. Потому что идеально, мы посмотрим, опять-таки, на priority column, например, да, в моем идеальном случае я хочу самые важные скрипты, самые важные assets, подгружаясь как можно быстрее. То есть, в идеальном случае, если посмотреть на waterfall, он будет идти highest, 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 medium, 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 low, 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 low. Здесь же я вижу, что, например, несмотря на то, что есть некоторые вещи, как вот tech.js, например, они подгружаются с большим, большим приоритетом. Не совсем понятно, честно говоря, почему, честно говоря. Ну и с другой стороны, вот есть, опять-таки, такие вещи, как вот этот tech.js, который вызывает много-много других, с большим, высоким приоритетом. Но в целом, да, можно увидеть неплохо, да, highest, 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 потом medium, 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 потом low, low, low. Но, опять-таки, непонятно, не совсем понятно, хотя, может быть, ну, как бы это вопрос уже того, как это сделать, что есть такого рода вещь, как, например, CSS файл, который приходит с highest priority, а есть такого рода вещь, как cookie consent, который приходит с medium priority, но довольно рано. И вот первые вот эти 5 или 6 элементов, которые приходят, они на самом деле очень-очень важны и очень критичны, потому что у нас есть TCP, так называемый slow start. Ну, я думаю, что многие из вас об этом слышали. Но если мы можем позаботиться о том, чтобы в первые 14 килобайт, да, дать браузеру самый полезный HTML и CSS, да, он сможет рендерить немножко быстрее, гораздо быстрее на самом деле. Потому что в slow start мы смотрим как бы на первые 14 килобайт, мы смотрим на скорость, да, сервер, клиент, как быстро они могут перетянуть все файлы. Если скорость хорошая и стабильная, тогда браузер увеличивает 14 килобайт на 28. Если все равно до сих пор быстро, то увеличивает еще на два раза. Поэтому если мы можем позаботиться о том, чтобы в первые, вот, первый, второй, третий, первые три раунд трипа положить как можно больше полезного CSS HTML на JavaScript, то опять-таки загрузка будет производить быстрее. Ну так вот, окей, priority это как бы важно, это понятно. А вот такой вопрос, очень простой на самом деле. Size и time, на самом деле. Что значит первое время, например, что значит второе время? То есть у нас есть size, это, наверное, все-таки понятно. Первое это gzipped, transferred over the network, а второе это, в принципе, то, что остается в кэше, например, в HTTP cache, да, или в memory cache. То есть у нас мы знаем, что вот этот первый Holy Moscow индекс HTML, да, он сам по себе по размеру 120 килобайт лежит на диске, но gzipped или broadly file, зависит от того, что мы используем, он 22 килобайта. Окей. А что же со временем? 132, 131, 45, 44, как-то может быть не совсем понятно. Разница очень простая. Первое время, это когда request был, сколько понадобилось, чтобы request был послан, а второе, сколько из этого времени понадобилось на то, чтобы скачать что-то. Это значит, например, что в AppCSS мы ждали, грубо говоря, 286 минус 78 миллисекунд, чтобы что-то получить с сервера. Вот что это значит, это значение. Окей. Осталось 5 минут до конца, мне только что сообщили. Замечательно. Что еще важно? Есть такая урода вещь, как, например, фильтр и search. Например, если я хотел бы узнать, а вообще какие есть, есть ли какие-нибудь ресурсы на вот этом сайте, да, которые, может быть, не заджизипаны или не используют Brotley. Ну, к счастью, у нас есть много фильтров. Если вы нажмете на минус, вы увидите всех из них. Например, можете найти файлы, которые больше, чем определенный размер, например. Вы можете использовать минус, а вы можете использовать плюс. Например, я могу сказать, я хочу посмотреть на все реквесты, которые имели, не имели, has response header cache control, то есть у них не было кэша. Давайте посмотрим на них. Ага. Вот я вижу их. Я вижу, что AppCSS, например, если вы смотрите на хэдер, да, cache control, cache control, cache control, control, no cache. Почему? Ну, это другой вопрос, это можно обсудить. Но вы можете использовать эти фильтры для того, чтобы очень быстро прийти к каким-то полезным вещам. Например, если я хочу посмотреть, у скольких не было content encoding header, да, например, not has response header content encoding. Так. Опять-таки я тоже вижу, что здесь, например, content encoding. Здесь. Не jzipped. А вообще-то хорошо было бы, если бы они были jzipped. А какие из них, может быть, больше, чем 2 килобайта? 20 килобайтов? Или 10 килобайт? И я, получается, могу сразу посмотреть и очень конкретную картину получить того, как, собственно, выглядит этот мир, в котором мы здесь находимся. Так. А это довольно полезно, это довольно удобно. А теперь, ради интереса, давайте зайдем в магический, магический performance panel и посмотрим, что там происходит. У меня как раз-таки осталось минут 5, мне говорят. Наверное, даже уже меньше. И мы зайдем в performance panel и мы нажмем на start profiling. И мы увидим такую сумасшедшую совершенно вещь, которую обычно люди пугают. И я очень-очень пугался, пока я не начал, собственно, пытаться разобраться с ним. Так. Подгружаем профиль. Надеюсь, что он подгрузится скоро. Очень хочется в это верить. Очень-очень-очень хочется в это верить. И он действительно подгружается. Я хочу вот это время просто объяснить какие-то вещи, чтобы вы могли что-то полезное с этим сделать. То есть я был очень удивлен, когда увидел это для себя. Кажется, боже мой, что это за чудо света, да? И теперь мы посмотрим на то, что происходит. Давайте просто разберемся, что тут есть за вот эти несколько минут, которые у нас есть. Да? Во-первых, у нас есть screenshots, memory coverage. Мы можем, если хотим, побольше места, например, для себя найти, можем убрать скриншоты. Да? И если нас интересует memory, можем посмотреть на memory. Самое удивительное, что я когда-либо знал вообще об этой панели, это то, что если вы держите кнопку shift, вы можете скроллить вниз. Попробуйте просто скроллить, нажать shift и скроллить вниз. Вы можете скроллить вниз, потому что обычно это получается zooming in and zooming out. Да? Очень-очень классная вещь. Опять-таки, мы видим очень много вещей. Вот здесь, например, сеть, да, которая открыта или закрыта, и куча других вещей. Давайте попробуем все-таки вот то, что нам нужно, как-то все-таки закрыть. Я убрал network, да? И теперь я вижу перед собой, что? Я вижу перед собой другие вещи. Frames per second, interactions, timings и так далее. Timings – это то, что мы видим в lighthouse. First paint, first contentful paint, large contentful paint, и don't content loaded event. И у нас есть load, onload event тоже. Привет. То, что мы видим на самом верху. Да? Привет, Даша. К сожалению, время подходит к концу. Вот мы должны сейчас заканчивать первую часть. А, окей. Хорошо. Ребята, мы... Без проблем. Ты можешь сказать последнюю фразу? Мы еще покрутимся буквально пару минут. Да, буквально пару минут мы еще покрутимся вот в этом, при том, как мы начнем там, собственно, заниматься другими вещами после паузы. Я не хочу мешать нашему плану сегодня. Вообще все можно будет обсудить в дискуссионной зоне в Zoom. Или так тоже. Да, и можно все вопросы задавать в чат. Вот. Дискуссионная зона в Zoom уже открыта, я думаю. Или откроется вот через 40 секунд. Так что вы все можете пойти туда и продолжить там общение. А у нас сейчас будет доклад на тему Postgref файл, GQL, API и ни одной строчки JavaScript кода. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...